Всем привет, меня зовут Кристина и в этом видео мы с вами продолжаем говорить о том, как получить визу Quiet, визу в Канаду в 2022 году, украинцам. И в этом видео мы с вами будем говорить о том, что такое Concerned Form и когда нужно ее заполнять, и как именно это делать. И, конечно же, заполним ее вместе с вами. Прежде чем мы с вами начнем, не забудьте подписаться и поставить лайк этому видео. Спасибо, и мы начинаем. Concerned Form – это форма согласия, которую вы заполняете на этапе, когда вы уже сдали биометрию и получили запрос на вклейку визы в ваш паспорт или временную визу, но решили все-таки отправить или отдать свои паспорта на вклейку визы непосредственно в паспорт. Эту форму согласия вы прилагаете вместе с остальными своими документами, какие именно документы у вас будут указаны в письме, запросе. И эту форму можно просто скачать в интернете, она в своем одном доступе, но также под видео в описании я оставлю ссылку на данную форму. Прежде чем приступить к ее заполнению, вам необходимо ее распечатать, так как она заполняется от руки. Ее нужно заполнять на каждого члена семьи отдельно, соответственно, печатаем в том количестве экземпляров, которое нам необходимо. Если вас трое, то, соответственно, печатаем три формы. Мы переходим к заполнению данной формы, но прежде опуститесь в комментарии и напишите, пожалуйста, самые актуальные вопросы по получению визы в Канаду, которые вас беспокоят сейчас больше всего, для того, чтобы я понимала, на какую тему снимать в первую очередь видео для вас. Итак, данная форма, которая называется форма согласия и условия использования гражданами услуг Канадского визового центра, который предоставляется FFC Global, выглядит следующим образом и содержит в себе четыре страницы. Первая часть, вторая – это общее положение. Вторая страница – это основная информация, которую мы с вами будем заполнять. И третья страница, которую вы также видите на экране, заполняется в том случае, если свой паспорт на вклейку подаете не лично вы, а ваш представитель или курьерская служба. И четвертая страница касается непосредственно биометрии, а именно это подтверждение того, что мы самостоятельно и без принуждения приняли решение сдавать биометрию. Итак, мы переходим к заполнению самой формы. Для того, чтобы нам начать, в первую очередь мы ознакомимся с общим положением, которое находится на первой и второй странице, для того, чтобы понимать, что именно мы подписываем. Итак, первый пункт – это услуги визового центра Канады. И здесь описывается то, что визовые центры Канады предоставляют ряд услуг с принятия, с подачей заявлений и сбора биометрических услуг для клиентов, которые подают заявки на въезд в Канаду. И также указана информация о том, что сборы за услуги, которые предоставляются визовым центром, согласованы с правительством Канады. Второй пункт называется «Ответственность». И здесь указывается информация о том, что визовый центр не есть представителем правительства Канады. Он есть абсолютно независимой организацией, которая работает на основании законодательства страны, где предоставляются услуги и несет полную ответственность за предоставление своих услуг. В третьем пункте указана информация касаемо языка обслуживания, а именно о том, что визовый центр должен предоставлять услуги английским языком, французским и основным местным языком. Четвертый пункт, как вы видите, самый большой, мы не будем на нем детально останавливаться. В общем, это форма согласия вашего как пользователя услуг визового центра. Здесь сказано о том, что вы полностью осознаете и соглашаетесь с тем, что этот документ вы прочитали полностью и предоставляете свои данные в использовании визового центра. Ваши данные могут включать в вашу анкету дополнительные или другие документы, включая ваши отпечатки пальцев, фотографии и другие биометрические данные, которые требует правительство Канады. Дальше на второй странице нижний блок мы будем с вами заполнять, а вверху это продолжение все того же четвертого пункта согласия. Данные на второй странице, которые мы с вами будем заполнять, это и есть основные данные в этой анкете, поэтому важно указать их корректно. А мы пока дочитаем пункт четвертый в пункте согласия на этой странице и здесь указано о том, что эти документы и электронная информация будут переданы правительству Канады, как и требуется для предоставления услуг. Также здесь описывается информация о том, что вы понимаете, что визовые центры только получают, используют, сохраняют и передают ваши данные, как это требуется в договоре с правительством Канады. И здесь указано о том, что правительство Канады запретило визовому центру использовать или разглашать ваши персональные данные для любых других целей, если вы не предоставили письменное разрешение. И также информация о том, что если у вас возникнут какие-то сомнения касаемо обработки вашей заявки, вы можете подать жалобу в правительство Канады, используя контактную информацию, которая была вам предоставлена. Итак, мы переходим с вами к заполнению непосредственно формы. И первое поле это у нас имя. Здесь мы указываем имя и фамилию печатными буквами на английском языке. То есть я буду указывать Кристина Сетниченко. А я также напоминаю о том, что до того, как заполнять эту форму, вам ее необходимо распечатать и заполнять от руки. Следующее поле это ваш адрес. Он указывается в следующем формате на английском языке. Страна, запятая, город, запятая, улица, запятая, номер дома, запятая, номер квартиры. Все. Следующее поле телефонный номер. Тут не должно возникнуть вопросов. Он указывается через код страны. То есть в нашем случае, если у вас украинский номер, это плюс 3, 8. И дальше уже ваш номер телефона. Электронная почта. Все понятно. Следующее поле это ваша подпись. Следующее это дата. Дата, когда вы заполняете данную заявку. Наоборот, наши. Год, месяц, день. И дальше мы указываем, где подписано. Если это Киев, Украина, то я указываю на английском языке. Киев, запятая, Украина. Следующую страницу заполняем только в том случае, если не лично вы будете отдавать свой паспорт на вклейку. А возможно, это будет ваш представитель, даже если это кто-то из ваших родных, или курьер. На этой странице мы заполняем только верхний блок. Нижний не заполняем, так и оставляем его пустым. Вверху у нас указано о том, что это согласие на непрямую подачу и или получение заполняется только если турагент или особа, которая не является заявителем, подает и или получает заявку на получение визы и решения. Первое предложение. Я даю свое согласие канадскому визовому центру в городе-стране на получение подачи моих документов от до. Тут обводите нужный вариант. Дальше у нас поле представителя, который будет подавать документы вместо нас. Здесь мы вводим его имя и фамилию. Дальше отношение к заявителю. Если это ваш муж, родитель, вы можете так и писать. Но я писала confident, это представитель. В принципе, универсально, вы можете так и написать. Дальше ваша подпись и дата точно так же в английском формате. Сначала у нас идет год, потом месяц, потом день. Еще раз делаю акцент на том, что если подаете ваши паспорта лично вы, то вам эту страницу третью заполнять не нужно. Мы переходим к четвертой последней странице. Здесь вся информация касаемо биометрии и мы заполняем только верхний блок, нижний не трогаем. Здесь указана информация о том, что заявители, которые желают предоставить биометрические данные, а это мы с вами. И тут вы подтверждаете то, что вы просмотрели требования относительно действительности и использования биометрических данных на веб-сайте правительства Канады. И вы будете предоставлять свои биометрические данные. И опять-таки по собственному желанию. Да, мы уже сдавали биометрию, но нам не жалко лишний раз заполнить форму соглашения. Здесь мы пишем имя, фамилию в первой строке. Дальше идет наша подпись. И дальше дата, так же как мы и указывали в обратном формате. Сначала год, потом месяц и после дата. После того, как мы заполнили все страницы нашей заявки, мы просматриваем внимательно, чтобы точно совпадало все и лишний раз не создавало нам никаких проблем. Ведь пока вы не отдали эту форму, вы всегда можете распечатать ее заново и перезаполнить. С вас лайк и подписка, а с меня еще больше и еще чаще видео о получении визы в Канаду, о подготовке к переезду и о самом переезде в Канаду. И мы с вами увидимся в следующих видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok